Почти 75 тысяч погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней. Такой стала цена победы для Марийской АССР. На фронт ушли более 130 тысяч жителей республики. Почти каждый четвертый. Вернулись всего 56 тысяч человек. Среди павших и выживших были свои герои. Сегодня летопись каждого их подвига уже невозможно восстановить. Но рассказать о тех, кто оставил наиболее яркий след в военной истории, можно. В рубрике «Аллея героев. История жизни и смерти героя Советского Союза» Зенона Филипповича Прохорова. Зенон Прохоров родился в 1909 году в деревне Большой Алакьял Волжского района Марий-Эл. Он был 11-м ребенком в крестьянской семье. Отец Филипп Прохоров умер во время голода в 1921-м. Поэтому Зенон Филиппович окончил всего 5 классов школы. После чего начал работать в колхозе. Ответственного и работящего парня одним из первых отправили на курсы трактористов. Уже через год Прохоров становится помощником бригадира и передовым работником колхоза. Свидетельство тому множество благодарностей и похвальных грамот за ударный труд. В 1937-м Зенона Филипповича призывают в армию. Там он проходит подготовку в полковой школе и становится младшим командиром. После чего принимают участие в Советско-финской войне. Умелый и толковый солдат, каким стал Прохоров, и здесь заслужил уважение начальства. Его направили на курсы офицеров. Звание младшего лейтенанта было присвоено Прохорову за несколько месяцев до начала войны. В марте 1941-го. После чего Зенон Филиппович был отправлен в приграничный район Киевского военного округа. Уже 22 июня подразделение пулеметчиков Прохорова было поднято по тревоге. А 23-го он принял первый бой. После чего в течение трех месяцев участвовал в кровопролитных сражениях, отступая вглубь Украины. 15 сентября он получил тяжелое ранение. Восстанавливался после которого почти год. После госпиталя Прохоров принимал участие в Сталинградской битве, сражении на Курской дуге, освобождении Белгорода. Свидетельством отличной службы, боевого мастерства и смелости младшего лейтенанта становятся его многочисленные ордена и медали, среди которых два ордена Красной Звезды и орден Боевого Красного Знамени. Свой боевой путь Зинон Филиппович закончил 19 сентября 1944-го на безымянной высоте в боях за освобождение Румынии. Возле села Хадош рота, которой командовал Прохоров, штурмовала укрепленные позиции немцев и венгров. Солдаты залегли под плотным пулеметным огнем, который велся из Дзота. Лейтенант Прохоров со связкой гранат в руке пополз на огневую точку противника. Когда до вражеского пулемета оставалось около 15 метров, он приготовился метнуть гранаты, но пуля пробила правую руку. Тогда Зинон Филиппович подполз ближе и бросил гранаты левой рукой, после чего пулемет смолк. Прохоров встал, поднимая солдат в атаку, но огневая точка снова заработала. Последним рывком гвардии лейтенант Прохоров бросился к пулемету и закрыл своим телом амбразуру вражеского Дзота. Зинон Прохоров стал одним из 400 бойцов и офицеров советской армии, совершивших подобный подвиг в ходе войны. Уроженец Мариел был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Похоронен он далеко от родины, в братской могиле советских воинов в румынском городе Тыргу-Мурэш. Но память о Прохорове увековечена в Мариел. Его имя носит улицы в Йошкарале и Волжске, а также в двух деревнях Волжского района республики. Редактор субтитров А.Семкин